Я хочу акцентировать внимание на то, чтобы все понимали, что запрет пыток это самое основополагающее право человека, которое является абсолютным. Оно не может быть ограничено государством. И наша коалиция правозащитников подготовила альтернативный доклад, который сегодня мы вам представим. Президент Республики Беларусь заявил о том, что в отношении осужденных по статье 328 заявил о том, что им надо создать такие условия в колониях, чтобы они смерти просили. В 2012 году по факту пыток одного задержанного в Ленинском РОВД президент страны заявил о том, что когда я узнал, что мужика пытала женщина, то у меня сразу пропал интерес к этой теме. То есть, таким образом, власть на высшем уровне говорит о том, что пытки вроде бы как не совсем недопустимы. Его слушают низшие должностные лица и, соответственно, таким образом реагируют. Они не могут наедине общаться с осужденными, не могут принимать от него обращений письменных, в том числе жалоб о пытках. Также непонятно условия и вообще формирование этих комиссий. Смотря на составы этих комиссий, мы можем увидеть, что там есть и члены клуба веселых и находчивых, и члены общественной какой-то организации РУСЬ, и члены там литеранских организаций, потом по правилам дорожного движения. Но правозащитники туда попадают очень редко за единичным исключением. Мы обращались три раза, мне отказывали три раза во включении в Республиканскую общественную наблюдательную комиссию. Последний раз отказали лишь на том основании, что сама комиссия Министерства юстиции порекомендовала не включать меня в ее состав. И Министерство юстиции поэтому не включило меня в состав этой комиссии. Адвокаты, решенные лицензией в 2010 году, в 2011 году за защиту экс-кандидатов в президенты и членов команды, шесть адвокатов были лишены лицензии. Эти лицензии им до сих пор не возвращены. Пять из данных адвокатов, пятеро они обжаловали решение суда. Но суд стал на сторону государственного оборудования. В настоящее время эти адвокаты испытывают сложности в трудоустройстве по профессии. И вопрос не поднимался о возврате лицензии. Их не именем Министерства юстиции и никакими другими государственными оборудованиями. Адвокатура полностью зависит от Министерства юстиции и от государства соответственно. И все действия, отсутствует независимое адвокатское соблюдение, что очень важно. Любой суд, независимый, справедливый, усмотрев в деле наличие обоснованных утверждений о том, что применяют испытки к обвиняемым, то такие показания, конечно, судом не будут приняты вниманием. И в нашей стране ситуация с независимостью судей остается на таком не очень хорошем уровне. В настоящее время фактически вопросы назначения судей находятся в руках исполнительной власти. Процесс отбора судей находится в таком проходит закрытом режиме от общества. Публикуются лишь указы о назначении судей. Отличие между разного рода обществом, между демократическим обществом, между авторитарным заключается в том, как власти реагируют на ту или иную информацию и как они реагируют на поставленные те или иные проблемы. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что Беларусь в лице властей не пришла к осознанию того, что необходимо принимать меры по расследованию каждого ставшего известным случая жестокого бесчеловечного обращения, унижающего обращения, либо пыток. В частности, правозащитный центр Весна рассказывал о ситуации, сложившейся с политзаключенным Михаилом Жемчужным, которого в ходе посещения колонии представителями общественной наблюдательной комиссии не представили членам наблюдательной комиссии, несмотря на имевшиеся заявления соответствующие, мотивировав это тем фактом, что Михаил Жемчужный находится в штрафном изоляторе. Тогда как мы должны прекрасно понимать, что именно такие сложные места содержания, как штрафной изолятор, должны быть в первую очередь в фокусе внимания общественного контроля, а отнюдь не бани, не прачечные и не столовые места лишения свободы. Смертная казнь – это то, что, на мой взгляд, сейчас отделяет Республика Беларусь от цивилизованного мира, от Европы, от правильного понимания права человека, от основного права человека, права человека на жизнь. В докладе констатируется с глубоким сожалению, что в течение отчетного периода, то есть, в момент предоставления последнего доклада, Республика Беларусь не предпринимала мер по изменению законодательства или гурирующего применения смертной казни. Мы можем лишь судить по тем вращениям, которые там попадают, и, в общем-то, как правило, это всегда конфликтующая ситуация, когда состояние человека либо его особенности никоим образом не учитываются, что приводит в худшем случае к смерти, как это вот ситуация с Сергеем Ищуком, в частности, когда критическое ухудшение здоровья привело его к скорой смерти. Отсутствие, вообще-то, должного медицинского сопровождения, наличие достаточного количества врачей по отдельным видам мозологии заболеваний, которые бы, в общем-то, позволяли, хотя бы поддерживать состояние здоровья в прежнем состоянии, зачастую приводят или к смерти, или к необратимому ухудшению состояния здоровья. То есть, из местной свободы люди зачастую выходят с инвалидностью, и при этом, в общем-то, нет оснований думать, что это совершенно, как так, справедливое исходство пребывания в этих местах. Высылка гражданина в страну, где ему угрожают будут. Гражданин России из Чечни, Мурад Амриев, был задержан на границе, доставлен в Добровский РОВД, и ночью на неизвестных машинах был передан российской стороне без каких-либо процедур. Несмотря на это, он просил, и это зафиксировано журналистами, он просил убежище, он просил адвоката, никаких документов для подачи заявления о предоставлении политического убежища им не предоставили, и просто в нарушении каких-либо процедур по устной, либо это какая-то закрытая договоренность с российскими коллегами, наши правоохранительные органы передали человека в страну, где ему на самом деле угрожали будут. И это не единичный случай, такие случаи зафиксированы в нашем докладе. Это нарушение действительно тех норм, под которые...